4 простых способа повысить свой тестостерон В средне молодых, сильных, красивых людей, стремящихся сохранить свое здоровье, на как можно более долгий срок высокий уровень тестостерона ассоциируется с ростом мышечной массы, снижением количества жира и укреплением костей. Этот волшебный гормон улучшает и когнитивные способности, и обеспечивает высокий уровень спортивной результативности. А помните про вишенку на торте? Да, высокий уровень тестостерона напрямую связан и с сильным либидом. К сожалению, реалии современного мира таковы, что ваш природный уровень тестостерона находится под угрозой. Приведу в пример лишь краткий список факторов, негативно влияющих на уровень тестостерона, включающих в себя питание, образ жизни и окружающую среду. Вот что вы должны знать. Низкокалорийные диеты, на которых сидят спортсмены, когда нужно сбросить вес, смогут снизить уровень тестостерона. А ведь экстремально низкокалорийных диет для снижения веса придерживаются не только спортсмены в период подготовки к соревнованиям, но и самые обычные люди в своей повседневной жизни. Кто не слышал о вреде загрязнения окружающей среды? Не секрет, что в индустриальных районах количество свинца или медиа существенно повышено, но даже обычное курение, не только активное, но и пассивное, плохо сказывается на уровень тестостерона. Дело в том, что табачный дым содержит кадмий, один из самых распространенных загрязнителей окружающей среды, без вкуса и запаха, как выяснилось, снижающий уровень тестостерона. Не могу посоветовать вам в этой связи навсегда покинуть свои мегаполисы, но если вы не курите, избегайте хотя бы нахождения в компании курильщиков. Чрезмерное потребление алкоголя тоже вносит свою лепту в снижение уровня тестостерона. Организм расщепляет алкоголь на ацетиалальдегид, который негативно действует на клетки лейдинга, находящиеся в тестикулах. Так что частые и неумеренные возлияния рано или поздно приводят к снижению производства тестостерона. Но не все так печально. Исследования, направленные на изучение диетических усилителей тестостерона, показали, что небольшие изменения в рационе могут повысить уровень тестостерона меньше, чем за 4 недели. Нужно лишь увеличить потребление некоторых витаминов, включая К2, чеснока, магния и цинка, ЗМА, в виде пищевых добавок или из природных источников органического мяса, морских, моллюсков, ракообразных и листовой зелени. Номер 1. Чеснок. Диалилосульфит. Исследования показали, что как краткосрочный, так и регулярный прием чеснока может оказывать пролиферативный и тонизирующий эффект на уровень тестостерона в сыворотке. Считается, что за этот эффект отвечает одно из соединений чеснока, а именно диалилосульфит. В одном исследовании на крысах с применением диеты с высоким содержанием протеина, добавка в рацион чеснока привела к повышению уровня тестостерона при одновременном снижении уровня кортизола. Выяснилось, что чеснок повышает уровень лютинизирующего гормона в плазме, что в свою очередь вынуждает тестикулы производить больше тестостерона. Рекомендуемая доза 900 мг ежедневных, предпочтительно разделенные на несколько порций в течение дня. Номер 2. Магний. Многочисленные исследования мужчин показали, что магний может положительно влиять на тестостерон. К сожалению, дефицит магния встречается очень часто, потому что люди редко получают его в адекватном количестве из природных источников. Магний повышает уровень биодоступного тестостерона в процессе старения или в результате низкопатейновой диеты. Концентрация связывающего половые гормоны глобулина увеличивается. Глобулин связывает тестостерон, который в результате этого становится недоступным для организма. Однако, одно исследование показало, что тестостерон связывается скорее магнием, чем тем самым повышая концентрацию свободного тестостерона и усиливая его анаболический эффект. В другом исследовании 30 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, ведущие активный или малоподвижный образ жизни, получали по 10 мг на килограмм веса магния на протяжении 4 недель. В результате у всех участников повысился уровень свободного тестостерона и общее количество тестостерона. Но участники эксперимента, которые интенсивно тренировались, показали более существенное увеличение уровня тестостерона, связанного магнием. Если вы хотите в точности воспроизвести дозировку указанного исследования, то это 10 мг на каждый килограмм веса. Для человека весом 100 кг. Это порядка 1 грамма магния ежедневно. Вынужден констатировать, что это слишком много и лучше применять более разумные дозы. Рекомендуемая суточная норма магния для того, чтобы усилить производство тестостерона, это около 420 мг для взрослого мужчины. Попробуйте принимать 750 мг в день в течение нескольких недель и проследите за самочувствием. И не забывайте о природных источниках магния. Это темные зеленые овощи, шпинат, брокколи, листовая капуста, швейцарская листовая свекла, рыба, палтус, лосось, макрель, тунец, сайда, орехи, кешью, арахис, миндаль, бразильский орех, семечки, тыквенные подсолнечные, льняное семя, многие бобовые, авокадо, бананы, изюм. Номер 3. Витамин К. Вещество менохинон-4, синоним витамина К2, основная форма хранения витамина в организме животных, стимулирует производство тестостерона посредством активации протеинкиназы, одновременно участвуя в синтезе стероидов в тестикулах. Одна из многих функций витамина К увеличивает уровень активности тестостерона, синтезирующих экзимов. Приблизительная дозировка, чтобы удвоить количество, которое было применено в одном впечатляющем исследовании на крысах, вам понадобится принимать по 24 мг витамина К на килограмм веса, что очень много, не стоит экспериментировать на себе. Тем не менее, есть серьезные основания считать, что гораздо меньшие дозы от 30 до 50 мг в день все равно много, также могут поднять уровень тестостерона. Возможно, не так действенно, но гораздо безопаснее для поддержания высокого уровня тестостерона включить в свой ежедневный рацион твердые и мягкие сыры, желтки и яиц, сливочное масло, субпродукты, куриная и говяжья печень, икру и ферментированные продукты, квашеная капуста, соевый сыр, мисса, кимчи. Номер 4. Цинк. Низкий уровень тестостерона обычно связан с дефицитом цинка, так как адрогенные рецепторы часто изменяют свою работу на фоне дефицита цинка. Как показали самые разнообразные исследования, добавление цинка в питание увеличивает уровень лютинизирующего гормона, гипофизарного гормона, который стимулирует производство тестостерона. Исследования также показывают, что цинк сильный ингибитор ароматизации процесса превращения тестостерона в эстроген. Рекомендуемая к приему дозировка цинка это 40 мг в день, природные источники цинка, морепродукты, устрицы, крабы, лобстеры, креветки, говядина, свинина, курица, молочные продукты, швейцарский сыр, моцарелла, сыр, чеддер, натуральные йогурты и молоко. Большинство бобовок, овсянка, орехи, кешью, миндаль, фисташки, пекан, грецкие орехи и кедровые орехи, семечки, тыквенные, чая, льняное семя. Как видите, уровень тестостерона вполне возможно поддерживать или поднять путем употребления в пищу некоторых распространенных продуктов и химических соединений, входящих во многие витаминные комплексы. Чтобы оптимизировать уровень тестостерона, потребляйте адекватное количество калорий для своего уровня активности. Ешьте много темной листовой зелени, протеина животного происхождения, включая субпродукты, чеснок, а также используйте пищевые добавки цинка и магния, такие как ЗМА. И одно из самых действенных средств поддержания высокого уровня тестостерона – это силовые тренировки. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok